Я прекрасно знаю, что многие из вас ненавидят карпаччо, потому что карпаччо, из говядины особенно, это вообще просто сырое мясо. Это сырая, иногда только по краям обжаренная, там за 3 секунды говядина. В принципе, это просто сырое блюдо. Однако, подчеркну, я не понимаю людей, которые идут в комментарии, оставляют комменты типа, фу, какой ужас, ты заразишься всяким от сырого мяса. Во-первых, если ты покупаешь нормальное мясо с нормального завода, которое прошло все санитарные нормы, по всем санитарным нормам, все окей, ничем ты не заразишься. И второе, ну что значит фу, если не нравится конкретно вам, ну не ешь, не ешь, подумай, что я могу сказать. Но для тех, кто разбирается, карпаччо это где-то вот на вершине пирамиды, не маслоу, конечно, это все внизу, где хавчик, но это на вершине кулинарной пирамиды. То есть, это чистый вкус, слегка украшенный разными штуками, но вкус реально просто говядины. То есть, вот корова на вкус такая, и многим это очень нравится. Карпаччо делается, как правило, обычно делается из говяжьей вырезки. Однако, не берите на карпаччо ультрамраморную вырезку. Конечно, и обычную говядину ты не возьмешь, обычная вырезка обычной коровы, ты ее фиг прожуешь. Поэтому нужно брать чойс, то есть, селект это самое фиговое, чойс это хорошая мягкая говядина, но не супер мраморная, прайм это супер мраморная. Прайм нам не нужен, у нас нужен чойс. Что я сделал вчера? Я взял вырезку, я отрезал от нее вот такой вот кусок, я зачистил этот кусок от всяких пленок, достаточно так чистенько зачистил. Я скрутил все это дело ровно-ровно в колбаску и отправил в морозилку. Почему в морозилку? Потому что подмороженное карпаччо великолепно супер тонко нарезается, а чем тоньше будут вот эти пластинки, как хамоновые, как листики пармезана, тем больше вкуса попадет вам на язык. Так вот, вообще в принципе можно карпаччо не обжаривать из говядины, можно вообще ничего не делать, но я чутка обжарю, чтобы там буквально был цвет прикольный и кругляшки были такой забавной текстурой. Короче, вы увидите. И пока все это дело обжарится, оно внутрь не прогреется практически, то есть все равно внутри будет такое железное ледяное. Ну, обжарим мы, посыпав перцем, а чтобы перец, 4 гороха, чтобы перец прилипал, мы намажем горчичкой. Я очень много базарю, вместо того, чтобы все это дело показывать. Каждый раз, когда я что-то готовлю, дорогие друзья, я вижу тысячи комментариев. Друже, где громовки? Если человек хочет все это дело повторить, ему придется пересматривать видео, а это достаточно тупо. Но можно не пересматривать, потому что у меня есть совершенно отдельный инстаграм, куда мало того, что идут все громовочки того, что я готовлю, то есть можно просто зайти в инстаграм, открыть этот пост, фоточки, а, вот как оно делалось, и вот громовки. Мало того, что там есть все это, и еще каждый день там постятся красивые фотографии с проверенными рецептами. Ссылка находится в описании. При этом перца вот достаточно много, здесь разные перцы, раздолбим, чтобы можно было натереть кусок. Горчичка, чтобы специи прилипали, можно оливоча просто, но к горчичке как-то прикольнее прилипает. Так. Посыпаем вот так обильно. Можно, например, вот так посыпать стол и так оп-оп-оп-оп-оп. Красота. Зай только. Обжариваем на максимально горячей сковородке, чтобы фигак у нас был, так это, колер, грубо говоря, ну и перец такой немножко прожарился с маслом, то есть не остался сырой. Но при этом, чтобы кусок не успел прогреться, а то, если он, ну, прогреется, размякнет, это, во-первых, будет стейк филиминьон, а не карпаччо, а, во-вторых, фиг мы его тонко нарежем. Я буду жарить на обычном подсолнечном масле, потому что у него выше точка кипения, вот, а оливковое все равно мы успеем потом добавить, это же карпаччо. Не то, чтобы лайфхак, но небольшой прием. Если вам нужно что-то быстро обжарить вот на такой чугунной сковородке, используйте сначала одну сторону сковородки, то слева, а потом переверните направо, потому что если вы будете переворачивать кусок мяса, ну, грубо говоря, по центру, у вас центр остывает, поэтому заберите тепло из сковородки с одной стороны, а потом с другой стороны, то есть не вертите все по центру. Давай кладываем все это дело на стол, само собой оно ледяное внутри. Вы скажете, а вот, короче, перчики некоторые подгорели, да, но вкус сырой говядины достаточно мощный, и еще будет соус, так что это в самый раз. Косок берем, и я закладываю, здесь у меня там 6 слоев пищевой пленки, вот так все это дело заворачиваем, и убираем опять в морозилку, потому что у нас, у нас есть время, у нас есть время, вот так плотненько заворачиваем, там уже все готово, у нас есть время для того, чтобы сделать соус. Это, кстати, пленка поможет нам все это дело нарезать. Вообще не обязательно карпаччо делать какой-то соус, то есть можно просто взять там рукколы, лимон, оливковое масло, все, вкус говядины. Но я несколько раз проэкспериментировал, и то, что я вам покажу сейчас, это невероятно вкусно с сырой говядиной, просто невероятно вкусно, просто объясняю, даже тот, кто ненавидит сырую говядину, вот с этим соусом он такой, блин, нифига, как вкусно. А человек вчера еще говорил, что сырое мясо есть, отвратительно, фу-фу-фу-фу, унесите, короче, что за бред. Вот этим соусом поливаешь, и люди такие, конечно, сырая говядина, это ужасно, на черт подери, как вкусно. Сразу в блендер майонез, желательно кипай, он типа дофига вкусный, каперсы, вот так вот, вот эти вот малюсенькие, сушено-вяленые или типа того, хрен, пару чайных ложечек, горчица без семок, не дижонская, просто горчица. Немножко практически любого сыра, можно даже голубой сыр брать с плесенью, лучше пармезан, короче, любого сыра с мощным вкусом, но его нужно так мало, то есть буквально столовая ложка или две, мелко натертого, то есть я не советую вам ради этого покупать целый кусок пармезана, просто любой сыр с сырным вкусом, который вам нравится. Чеснока совсем чуть-чуть, один зубчик, а если у вас вот такой вот чеснок, то даже, я бы сказал, треть, треть этой головки, иначе будет слишком, открывайся, слишком чесночно, вот даже вот, типа один зубчик. И немного паприки или чили, в моем случае чили, чтобы было немного остро. А сейчас я расскажу вам про проблемы блогеров. Как же, сука, бесит. Мы для шоу покупаем огромное количество разных чашечек, ложечек, вилочек, новые тарелочки, чтобы вам было интересно смотреть. Просто где-то в аду есть специальное место для людей, которые вот клеят вот такую херню, которую хер отдерешь. Причем можно по-другому клеить, есть, тут еще нормально отдирается. Есть же такой резиновый клей, который вот на эти, на сковородках, например, лодж, типа фига-ка отдирается. А здесь хрен, короче, хрен, оно отдирается микро-кусками. А зачем нам эта бутылочка, вы уже поняли. Нам нужно будет всем этим полить. Черт, там был кусок пармезана, ну ладно. Нам нужно всем этим будет полить потом говядину. Ну и теперь можно все это дело нарезать. Мне тут кое-что пришло. Друзья, эта форма ножа называется сербский топор. Ей типа много сотен лет. Короче, эта штука офигительно для нарезания чего угодно, и потом ты можешь сгрести. И здесь есть кожаные ножны. Samura Mad Bull. Так, нарезаем все это дело мы максимально тонко. То есть, вот насколько можем тонко, настолько нарезаем. Ну и для этого бритвенно-острый нож подходит просто великолепно. Как вы видите, отрез происходит вообще без вопросов, потому что мясо все равно внутри подмороженное. Можно даже в одно движение. И все это надо подать. И вот, вот о чем я говорил. Вот, вот. А нет, тут еще вроде тоже более-менее норм. Слава богу. Короче, это все прекрасно, это все здорово и очень красиво. Можно уже есть. Но если вы хотите ресторанную подачу, а я стараюсь для вас делать красиво, я могу просто соусом залить сейчас и сожрать. Но, чтобы добиться ваших лайков, я стараюсь сделать видео красиво. Сейчас покажу, как в ресторанах делают подачу. Однако, сразу оговорюсь. Можно, само собой, все это дело отбить вот таким вот молотком. Но это можно. Можно скалкой прокатать. Пофиг, это не важно. Только не отбивайте мясо, пока оно ледяное. Оно минуту полежало, все, оно уже мягкое. Можно его там хоть отбивать, хоть под пленочкой, хоть что угодно. Но, пока оно ледяное, не крошите. Почему? Потому что, если вы ледяное что-то отбиваете, то вы ломаете клетки. Грубо говоря, в клетке там кристалл, льда, он разрывает все это мясо. И в итоге будет такая слизь, каша. Короче, не отбивайте, пока оно заморожено. Ну, можно сделать так. Выложить все кусочки внахлёст. Не внахлёст, как вы видите, из-за того, что они уже, видите, мягкие и супер красные. Хотя праймовая говяда, она более такая, более жирная. Сейчас я вам покажу, как типа в супер ресториальных, где вы за большие бабки все это покупаете, как все это делают. Вот так выкладываем. Что-то отваливается, но это не важно. А потом накрывают это чем-то, типа либо фольги, не, фольгу фигово отбивать. Вот обычная кулинарная бумага. И, собственно, либо вот так отбивают, либо прокатывают. Собственно, вот так. Таким макаром у нас все становится еще тоньше и идеально распределяется. Лучше прокатывать. Все-таки, когда вы отбиваете, оно все становится более так себе. Ну и вам это на самом деле не нужно, но если уж совсем выпендриваться, то вырезаем. То есть берем тарелку чуть больше, чуть меньше, чем диаметр той, на которой мы будем делать подачу. И, собственно, наш блин вот таким образом обрезаем. Но обрезочки, само собой, съедаем сами, не выкидываем. А уж если у вас там рестерень, короче, в котором сидит клиент, то, собственно, это идет к клиенту. Идеальный карпаччо блин. А выглядит это примерно вот так. И видите, зачем мы обжаривали? Появляются такие прожилки мраморности. Мне это очень нравится. Единственный минус, что для идеального перемещения такого блина вам понадобится, как это, короче, у вас один дубль. Вы поняли почему? Потому что, если что, он сразу же развалится. Поэтому лучше наметить, где должен быть край. Например, вот здесь поднять. И, собственно, более-менее все это дело переложить. Ну и, собственно, украшаем там руккола, соус, который мы сделали, оливковое масло, лимон, что хотите. Тут уж сам каждый для себя придумывает. Ну и можно либо микрозелень, либо принято рук с рукколой подавать, с комом рукколы. Блин, это, короче, друзья, божественная закусь для чего угодно, даже под пивас. Это просто нечто. И да, многие еще подают с пармезаном, сверху натирают, но у нас пармезан в самом соусе, вот в этом божественном. Поэтому просто вот так, я даже не знаю, как это сделать, типа берем вот как-то так. Нет никакого способа есть карпаччо супер-мега-красиво. Это самый вкусный вариант карпаччо, который вообще я когда-либо пробовал в каких-то ресторанах, доставках, где угодно. То есть даже вот у гинзы вкусно, но это все равно вкуснее. Вот это сочетание пармезана, но не кусками вот это, где прожевывать надо, а он в соусе. Мягкий, нежный пармезан. Вот этот майонезик с каперсами. Там все вот это вот растворяется в одну такую штуковину. И, собственно, иногда кусочки перца. Но этот перец не сырой, типа пережевываешь такой, а он супер-мелкий, уже обжаренный в масле. И на самом деле вот эта порция, она весит-то не очень много. То есть с самой говядины уходит не так, чтобы просто немеряно. А, ну да, забыл, да-да-да, можно взять кусочек лимона, вот так вот все полить. Ну, а это уже каждый... Блин, до чего же, до чего же, друзья, это вкусно. Вот такой несложный рецепт, в котором практически нигде невозможно облажаться. Разве что, ну, если вы запаритесь, это все раскатывать, перекладывать, можете криво выложить, будет не очень аккуратненько. Но, в принципе, это максимально просто. Где вот здесь конкретно накосячить? Я не знаю. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Ставь лайк, если бы сожрал. И да, я знаю, что в комментах будет народ. Это отвратительно. Сразу печень отвалится от паразитов. Пожалуйста, не пишите эту херню. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok